Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В эфире радио ПЛН-ФМ Армрестлинг, программа, в которой сталкиваются мнения, исходятся лицом к лицу непримиримые оппоненты. И сегодня к воображаемому барьеру приглашены двое. Это вице-спикер Псковского областного собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Нацаканян Армен Лепаритович. Здравствуйте. Здравствуйте. И депутат регионального парламента от партии «Яблоко» Артур Гайдук. Артур Маркович, приветствую. Добрый день. Эту программу для вас проведу я, журналист, главный редактор интернет-портала «Псковская лента новостей» Александр Савенко. И прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить о том, что «Псковская лента новостей» остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям самых разных политических сил, по самым разным темам. И сегодня в центре нашего внимания будет муниципальная реформа, ну или иначе говоря, преобразование района в муниципальные округа. Этот процесс инициирован властью, проходит вполне успешно, если судить по первым результатам. Но при этом некоторые представители оппозиции, и прежде всего «Псковского яблока», выступают против муниципальной реформы. И сегодня мы попробуем разобраться в том, каковы цели этого процесса, какие здесь плюсы, минусы, присутствуют ли риски, и что, в общем-то, может получиться в будущем по итогам реализации этой муниципальной реформы. Нас сегодня ждет три раунда. В первом участники этого батла в эфире ПЛН-ФМ обозначат свои позиции по той теме, которую я уже обозначил. Во втором раунде мы послушаем мнение секундантов, а кто это, я объявлю несколько позже. И также во втором раунде я задам участникам нашей программы вопросы Псковской ленты новостей. И в заключительном третьем раунде участники программы получат возможность задать друг другу вопросы и задавить тяжестью аргументов. Я рассчитываю, что третий раунд, наверное, будет самый такой жаркий, и обменяются участники программы вопросами интересными, каверзными, выскажут свою точку зрения. Ну и при этом я подчеркну, что, конечно, весьма условный сценарный план, который я обозначил. Если у Армена Мнацаканяна или Артура Гайдука будет желание и в первых раундах задавать вопросы, возражать, высказывать свою точку зрения, делайте это. Единственное, что прошу, быть корректными, уважительно относиться к участникам программы, к нашим радиослушателям. Вот, собственно, такие минимальные правила нашей программы. Я предлагаю начинать и объявляю первый раунд. И в первом раунде, как я уже сказал, будет обозначена позиция каждой из сторон. Ну, поскольку инициировали проведение муниципальной реформы представителей партии власти, я предоставлю слово Армену Мнацаканяну, прежде всего. Давайте обозначим, для чего проводится муниципальная реформа, в чем ее суть, какие вы здесь видите плюсы, вообще для чего все это делается. Спасибо за вопрос, за приглашение. Могу сказать, что то, что мы сегодня проводим муниципальную реформу, да, звучит очень так громко, на самом деле. Ну, мы решили чуть-чуть проектировать деятельность наших муниципальных властей. В чем это заключается? Я уже как-то говорил, что у нас практически уже пол России так живет в этих округах. Есть области вообще, где полностью превращены в муниципальные округа. Жизнь течет, ничего не меняется. Вот. Аргумент того, что мы убиваем местное самоуправление, я считаю, что это чушь полная, потому что ничего у нас не уничтожается. И самое интересное, что мы пошли в области и выбрали 8 районов, да. И не то, что выбрали, а сами вот местные власти изъявили желание идти по этой пути. И самое главное, что мы что говорим? Мы возвращаемся к 2007 году, как были изначально сельские советы, да, например, там когда-то. Все руководство было от центра, от района. И самое главное, что все деньги оттуда приходили, и все задания выполняли оттуда. Второй момент, да. Сегодня надо смотреть все-таки то, что мы говорим про муниципальный округ. Мы же говорим, что это делается административно. Чисто мы делаем это на бумаге, где директивно, что у нас, например, был на Варжевский район, остается на Варжевский район, только будет муниципальный округ называться. Вот. Все документы, все, что есть там, все покупки, жилья, земли, все остается на том же уровне. Ничего не меняется, ни розы следится нигде. Да, скажем, депутатов не станет на первичном день, где в власти. Они станут советниками, например. Но это главное. И самое главное, что те властные, которые были, они будут муниципальными служащими, или начальниками терротделов, которые будут от муниципальной власти, от округа, например, Новожельского, к примеру, или Стругокрасненского. При этом, я еще раз говорю, люди на эту разницу не почувствуют, но еще раз хочу сказать, что здесь мы видим корректировку, жизнь не стоит на месте, мы идем по пути, то, что принято, и мы говорим, что это деться на то, чтобы было легче для управляемости. Мы сегодня должны, положив руку на сердце, говорить, что все-таки у нас есть проблема теми же депутатами, которые мы выбираем на местах. Правильно? В области особенно. Это есть проблема. Но самое главное, еще раз говорю, что мы сегодня еще корректировку делаем для чего? Чтобы на конце концов у нас в районах управляли те люди, которые могут управлять так называемые хозяева, которые должны прийти к власти. Я еще раз говорю, вот меня только поражает одно, что когда мы говорим про муниципальную реформу, почему-то в семи районах у нас это все тихо, спокойно, никому ничего не интересует. А вот на Волженском районе почему-то такое, знаете, ну просто такое яро, что что-то там такое невероятно у нас происходит. Да ничего не происходит, все будет нормально. Это мое мнение. Поэтому жизнь на будущем это покажет. Это была позиция сторонника проведения муниципальной реформы Арменом Нацаканяна, представителя партии «Единая Россия». А теперь пришло время послушать противника проведения муниципальной реформы. Представителя партии «Яблоко» Артура Гайдука. Артур Маркович, почему вы и партия, которую вы представляете, выступает против этого процесса? Какие вы видите здесь минусы проведения муниципальной реформы? Чем, по вашему мнению, все это может закончиться? Ну, во-первых, хочу поблагодарить Псковскую ленту новостей за возможность подискутировать по данному вопросу, за предоставленную площадку и за то, что можно высказать свое мнение. Во всяком случае, его услышат гораздо больше людей, чем если это просто появляется в интернете или где-то в печатных изданиях. На самом деле, у этого вопроса очень длинная история. Когда в 1864 году Александр II водил вот эти вот самые земства, этот низовой муниципальный уровень, Российская империя представляла из себя абсолютную монархию. То есть, никакой демократии и даже признаков этой демократии в то время в нашей стране не было. И тем не менее, тогда эта реформа была проведена. Причина проведения этой реформы была очень простая. В такой огромной стране очень строгая вертикаль власти не может, в конце концов, добраться до ее крайней периферии. И инертность, накопленная инертность вот этого огромного организма, она не дает нормально функционировать вот именно самой периферической части населения. И вот введение вот этой частичной самоуправляемости, вот этой муниципальности в то время, оно позволило людям самим регулировать собственную жизнь. Самоуправляться, так сказать. И в той или иной форме вот эта вот земская система, она просуществовала до Октябрьской революции. Потом она была упразднена, и какое-то время ее не было, были исполкомы только на селе. Но потом и советская власть, и Советский Союз, который тоже, в принципе, был абсолютной империей, по сути. По методу управления это была тоже абсолютная власть, партийная пускай власть, но это была власть абсолютная. Он тоже понял, что нужно давать возможность периферии самоуправляться. И тогда появились сельские советы. Да, они были зависимы, да, там выбирали тех, кого на кого показали, но тем не менее, это была власть, власть находилась близко к людям, которые живут на периферии, живут в селе. Система просуществовала до краха Советского Союза, и потом, в течение длительного времени, никакого муниципального самоуправления на периферии низового не было. И этот третий уровень снова ввели, и это было правильно. Когда снова сделали власть, это, в принципе, был правильный поступок. Так надо было делать, потому что люди должны иметь возможность самоуправляться. Вообще, мировая практика, вся муниципальная, она показывает, что там, где вот эти вот мелкие муниципалитеты, которые община, как угодно это можно назвать, вот местное самоуправление, где оно имеет много полномочий, где оно имеет нормальные финансы, там люди живут лучше, там качество жизни у людей выше. А чем меньше у таких вот образований власти, там полномочий, денег, или их вообще, тем более, если нету, то уровень жизни людей намного хуже в таких местах. Что касается того, что происходит сейчас. На самом деле никакой причины экономической для проведения этой реформы не было. Хочу напомнить, что закон, по которому в обязательном порядке, вот этот вот, который мы одобряли, да, на сессии областного собрания, я голосовал против, но в целом, в целом, значит, сессия одобрила этот законопроект, этот закон так и не принят Государственной Думой, потому что он вызывает очень много нареканий и очень много, очень много, как сказать, очень много аргументов против его принятия, но закон, который сейчас действует, 131 федеральный закон, он позволяет, то есть он дает возможность провести эту реформу, то есть в принципе то, что сейчас делается, да, это закон, это соответствует закону, но никакой необходимости это делать не было, кроме одной, единственной причины, которая могла сподвинуть на вот эти реформы, это упрощение власти, экономические выгоды там почти не будет, какие-то рабочие места там сократятся, но это плюс или минус, скорее это минус, чем плюс, элита, местная вот эта вот сельская элита, она перестанет быть элитой, у них исчезнет стимул для того, чтобы развиваться куда-то, к чему-то стремиться, когда объединяли власти, те населенные пункты, которые прекратили быть властными центрами, там идет потеря населения, там идет потеря элит и так далее, оттуда предприниматели уезжают, то есть причина чисто политическая, потому что просто проще управлять, вот так, ну действительно проще, но надо понимать, что те бюджеты, пускай маленькие, жалкие, нищие бюджеты, которые были у властных муниципалитетов, те небольшие полномочия, которые они имели, они сейчас исчезнут, и вместо бюджетов гарантированных будут сметы на какие-то там работы, эти сметы, они могут быть, а могут не быть, и вот эти вот ТОСы, которые сейчас активно пропагандируют, они же были и раньше, они функционировали, это замечательно, но это было плюс бюджету, а теперь будут только эти ТОСы, а в смету можно вложить что-то, можно не вложить, можно дать, можно не дать, точно так же и заявки по ТОСам, это по сути гранты, ТОС может написать какой-то грант на какую-то работу, ему могут дать эти деньги, а могут не дать, сейчас скорее всего первое время будут давать, потому что надо людей держать в спокойном состоянии, гранты будут даваться, время пройдет, прекратят их давать, эти гранты, я хочу сказать, что скорее всего это все потом все равно вернется, так же как оптимизация здравоохранения, которая прошла на селе, когда убрали сельские участковые больницы, когда позакрывались фельдшерские пункты, часть ЦРБ превратилась в поликлиники, когда людям, тогда тоже им говорили, что все хорошо, все сохранится, будет финансирование, детские садики присоединяли к школам, все хорошо у вас, все будет, детские садики присоединили, собственно финансирования больше нет, от школы они не получают того, что им необходимо, точно так же больницы ЦРБ, которые присоединили к другим районным больницам, функционируют как поликлиники, там доживают старые врачи, закончится их срок, все, там больше просто никого не будет, соционаров там практически больше нету, то есть пообещать можно, но обещать жениться это еще не жениться, во всяком случае все оптимизации, которые до этого проводились, они все закончились, ну мягко говоря, не очень хорошо, ну те же ФАПы сейчас восстанавливают, например, но теперь это выдается как заслуга, а на самом деле это просто ликвидация последствий вот той самой оптимизации здравоохранения, которая уже прошла, ну вот то, что сейчас будет, власть от людей будет отдалена, потому что те, кто сейчас будут руководить в этих властях, они больше не будут зависеть от людей, которые там живут, они будут зависеть только от тех, кто над ними, от власти, которая выше них находится, они будут выполнять то, что нужно тем, кто ими управляет, их начальству, а не то, что нужно людям, не то, что попросят люди, кроме того, добраться до депутата, да, говорили, что вот, обратиться к депутату, ну, я думаю, что бабушка с какой-то там периферийной деревни, которая находится в 50 километрах от районного центра, она никогда не сможет добраться ни до какого депутата в районном центре, если до Волоснова она еще могла как-то дойти, то до депутата в районном центре она уже не добьется никогда, то есть власть отдаляется от людей, и мы в итоге мы видим только, не знаю, я вижу только недостатки от того, что кроме упрощения системы власти, вертикали власти, больше я никаких изменений положительных, это тоже не положительные, на мой взгляд, изменения, это просто упрощение работы областного правительства, ну в общем-то вот и все, никаких больше изменений положительных я не нахожу в этой реформе. Надо регламент установить, а то почти 10 минут наговорил уже Артур Акадьевич. Зато потом я буду говорить меньше, зато я почти все сказал, Армен Леопаридович. Да. Я хочу напомнить, что только что прозвучала позиция депутата областного собрания от партии Яблока Артура Гайдука на тему муниципальные реформы, это сегодня главная тема для обсуждения в программе Arm Wrestling в эфире радио ПЛНФМ, в первом раунде нашей программы участники обозначили свои позиции, как мне представляется, сделали это достаточно содержательно, исчерпывающе. Я предлагаю закрыть первый раунд и объявляю раунд второй. И вот здесь нам предстоит прежде всего послушать мнение, как я определяю, секундантов. Их двое у каждого из участников программы по своему, можно сказать, представителю. И прежде всего предлагаю послушать мнение руководителя управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Псковской области Елены Тимошовой. Это секундант Арменом Нацаканяна. Давайте послушаем, что говорит Елена Юрьевна. У нас в администрациях сельских поселений бывших появляется дополнительная возможность оказывать те услуги, которые раньше они не могли оказывать. Это, например, получение разрешения на строительство. Раньше это было полномочия только администрации района и для того, чтобы получить это разрешение за этими документами необходимо было ехать в администрацию района. Сейчас есть возможность. Администрация района уже фактически приземляется на ту территорию конкретной волости и эту услугу можно будет уже получить на территории волости. Поэтому задумок много и здесь, на мой взгляд, мы наоборот не отдаляем органы местного самоуправления от жителей, а приближаем. Еще одна риторика, которая звучит от наших оппонентов, уходит власть. Мне очень не нравится эта риторика, я готова ее парировать, потому что в законе об общих принципах организации местного самоуправления вы нигде не увидите слово власть. Органы местного самоуправления это управление, поэтому они должны хозяйствовать, они должны управлять территорией. Поэтому наверное тоже эта задумка, когда у нас территориальные отделы будут работать конкретно на управленческие функции, а не на издании большого количества муниципальных правовых актов и навязывания определенных правил поведения на территории конкретной власти. Вот это наверное самое главное, что наоборот приближает и суть местного самоуправления и органы местного самоуправления к жителям. Надо сразу же давайте, если уж мысль пошла, произнесу ее дальше. Надо еще заметить на том, что когда у нас будет общая территория района, у нас сейчас на одной территории действуют как минимум три абсолютно разных правил благоустройства. Например, на одной территории допускается выгул собак, на другой территории не допускается выгул собак. Где-то есть штрафы за то, что человек намусорил, где-то нет. Поэтому тогда, когда это будет единая территория района, то у нас будут единые правила те же самые благоустройства, которые будут распространяться на всю территорию района. И поэтому здесь, наверное, и район будет развиваться комплексно и более системно и, наверное, более гармонично. Это было мнение Елены Тимошовой, руководителя управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Псковской области. Как мне представляется, достаточно полно дополнила Елена Юрьевна то, что говорил Армен Мнацаканян. Ну и предлагаю сразу послушать и вторую точку зрения секунданта Артура Гайдука, руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлотберга. Давайте послушаем, что говорит Лев Маркович. Эта реформа большая глупость. Она организуется и проводится с людьми, которые ничего не понимают в организации местной жизни. То есть не организация кабинета начальника, а организация жизни на большой протяженной сельской территории с низкой плотностью жителей и высоковозрастным составом жителей. Эти люди рассуждают о упрощении системы управления и больше ни о чем. Они не хотят тратить даже малейшие деньги на организацию местной жизни. И выбрано 7 районов для эксперимента, где предлагается провести такую реформу. Она приведет к окончательной зачистке сельских территорий в этих районах. Это продолжение губительной реформы Андрея Турчка, который в 2013 году произвел масштабную ликвидацию части сельских поселений. И по сути дела это подготовка к укрупнению муниципальных районов Псковской области. То есть этот процесс пойдет дальше. Никакого улучшения качества жизни не будет. Мы уже прошли несколько волн ликвидации поселений, в том числе вот самую масштабную из последних при Андрея Турчаке. Все слова о том, что высвобожденные деньги будут направлены на эти же территории, на этих же жителей, что они будут получать те же услуги только другим способом. Все вранье. Просто вранье от начала и до конца. Ничего не получится. У них отнимают последнюю возможность сколь-либо влиять на организацию местной жизни. 15 районных депутатов будут заниматься полномочиями муниципального района, где на каком-то третьем или десятом плане будут находиться сельские дороги, освещение, сельские кладбища, сельский водопровод, расчистка дорог. Вот все то, из чего состоит обустройство сельской жизни. Спасибо огромное за предоставленную возможность послушать Льва Шлосберга и Елену Тимошеву. Армен Липаритович, к вам вопрос. Послушали вы и аргументы своего секунданта, я думаю, совсем согласились из сказанного, и послушали то, что говорит Лев Шлосберг. В какой-то степени у вас вот те аргументы, которые вашими оппонентами выдвигаются, они в чем-то вас убеждают, заставляют засомневаться, задаваться какими-то вопросами? Вот я могу так сказать, я послушал и Артура Марковича, и Лев Марковича послушал. Да, я могу так сказать, что то, что Елена Тимошева говорила, и по поводу того, что мы, наоборот, никуда мы не уходим. Еще раз я подчеркиваю, вот сейчас Лев Маркович говорил про кладбище, про очистку дорог, про то, про все, да, вот эти полномочия, которые сегодня на местах выполняют главы властей, и это же полномочия и у главы района сегодня. Никто не отнял это все дело. но сегодня, еще раз говорю, если глава района сегодня, который работает, имеет интерес к этим проблемам, они решаются. Да, я сегодня могу сказать, то, что сегодня мы говорим, что Андрей Анатольевич, типа там, 2013 года, да не надо, Андрей Анатольевич, вообще впутывать в эту историю. Это процесс, вообще его не надо впутывать нигде, никуда. этот процесс идет повсеместно по всей России. Еще раз говорю, да, история хорошо, вот вспомнили царскую Россию, прекрасно все, вот, но почему-то мы не хотим вспоминать, например, если мы говорим про волости, например, да, у нас население было одно, сегодня другое, к примеру, да, жизнь все время течет, как говорится, проблемы новые возникают. Вот про ФАПы сегодня я послушал еще раз, да, вот, но ФАПы же, мы их не уничтожили, они остались, они работали, но самое главное, я говорю, я по моему опыту знаю, их 386 ФАПов было, и они были четко скартинированы, не работали, а то, что беда, что с кадрами, ну, это уже, как говорится, другая проблема, кадров у нас не хватает, и, можно сказать, и в школах не хватает, но я могу сегодня сказать, аргументы, которые я сегодня послушал от секунданта Артур Марковича, я еще раз могу сказать, что мы народ не обманываем, мы говорим открыто, и у меня складывается впечатление, как будто бы в семи тех районах, где образовали муниципальные округа, да, семи, я не беру на Волженский район, а что там, они главы районов и главы властей, которые дали дачу согласия, и были слушаны, они что там, кошки-мышки играли, нет, они реально работали людьми, были слушаны, сидели люди, сами давали дачу показаний, и согласия давали, да, и я просто поражаюсь, понимаете, у нас иногда получается так, что как будто мы хотим одно, как Тимошова говорит, да, власть, вот именно, мы хотим одно, люди хотят другое, а делаем третье, да так не получится, мы не можем в открытую врать людей, люди все понимают, и меня все, кто поражает тот момент, что еще раз говорю, у нас, наоборот, мы приближаемся еще ближе и ближе к людям, да, еще раз говорю, а муниципальная реформа, название хорошее, но если мы увидим, что где-то, какие-то есть косяки, где-то мы не доработали в этой реформе, вот, два депутата сидят здесь, да, да, один оппозиционный, как говорили, Единая Россия, да, к примеру, так мы должны тогда внести корректировку закон и двигаться вперед, 131 закон сегодня вспомнили, да, там полномочий много, работы не хочу, поэтому я здесь только могу одно сказать, что все зависит от того, кто будет управлять районом, от человека, если человек заинтересован в развитии и до муниципального реформы, и после реформы, будет жизнь прекрасна, а если нет, то тогда вопросы не знаю, кому задавать тогда, понимаете, потому что, еще раз говорю, искать блохи, это всегда можно, как сегодня, мы ищем, например, везде, да, то там дорога не так, то это не так, то это не так, то это не так, не в укор, вот, но в основном, я смотрю, которые аналитику делают, в основном, пишут как раз те сторонники партии, яблоко, которые сидят в районах, в разных районах, ну, что мы ищем, ну, нашли дальше, но, ведерников говорит, что, да, проблему мы знаем, это знаем, главы района говорит, мы знаем, мы знаем, то же самое и здесь будет, по инвестиционных округах будет, если есть проблемы, мы их озвучиваем, мы их не утаиваем, не утаиваем, мы говорим, на самом деле, как и есть, депутаты, да, вот, мы говорим, Артур Маркович говорит, что депутаты районные, бабушка не доберется, да, это бабушка, извините, знает всех, кому и куда добраться, первая инстанция, куда бабушка всегда берется, это будет социальная служба, они всегда с бабушкой, и главы властей, которые были, теперь будут начальниками, тиротделами, там, или по-другому будут приниматься, ну, ладно, они всегда будут на связи, я только могу так сказать, что мы излишне не должны рассеивать панику среди населения, еще ничего не произошло, мы только приняли закон, впереди еще выборы, мы должны выбрать депутатов, понимать, как мы будем с главой быть, выборно, невыборно, и какие там схемы будут у нас, да, например, и дальше жизнь покажет уже, еще раз говорю, семи районах, включая восемь районов, где у нас пойдут вот эти преобразования, я считаю, что это будет преобразование, да, на самом деле, это даже толчок, чтобы нести уже на ответственность за всю деятельность, которая происходит в районе, от и до, как Левомарши говорит, от кладбища до цветочной клумбы, вот, середине уже вся жизнь района, вот это самое главное, а если мы будем искать вот это, там кто-то наврал, там Андрей Анатольевич виноват, там Михаил Юрьевич виноват, ну так мы уже виноваты будут все, а в итоге у нас движение должно быть идти, а между прочим, мы взяли муниципальную вот систему, которая сегодня работает, это германская система, вот это германская система муниципальной власти, с которой мы сегодня работаем, но уж мы должны понимать, да, вот советское, все время вспоминаем, да, так там тоже корректировки были, поэтому я считаю, что сегодня говорить о том, что-то у нас не так, еще раз говорю, ничего не произошло, мы пока приняли закон, и пока двигаемся вперед, и будем понимать, когда же жизнь будем развиваться, и все. Это была точка зрения вице-спикера областного собрания, руководителя фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна, а мой следующий вопрос будет его оппоненту, депутату областного собрания от партии «Яблоко» Артуру Гайдуку, Артур Маркович, я хотел бы вернуться к прозвучавшему мнению Льва Шлотберга, вашего партийного руководителя, говорил в достаточно жестких выражениях об отношении к муниципальной реформе, прозвучали слова и о вранье со стороны представителей власти, ну и понятно, отношение «Яблочников» к этому процессу, да, такая обманка получается. Вот скажите, пожалуйста, «Яблочники» имеют же и парламентскую трибуну в областном собрании депутатов, есть у вас глава района, есть у вас депутаты в муниципальных образованиях. Это я к тому, что, в общем-то, есть возможность донести свою позицию до жителей районов, и в том числе тех, где этот процесс уже, в общем-то, стартовал и, так сказать, набрал обороты. Почему не удалось до жителей муниципальных образований донести, так сказать, вашу правоту, то, в чем вы так уверены, да, почему люди не поддержали представителей оппозиции, не выступили с какими-то заявлениями, и, ну, в общем-то, я не вижу, чтобы, так сказать, позиция «Яблока» была подкреплена мнением жителей районов. Вот давайте сделаем так. Я присутствовал на открытых слушаниях, и это были не первые открытые слушания, на которых я присутствовал. Я знаю, как они проводятся, я знаю, что то, что нужно администрация, она всегда проводит через открытые слушания, если это уже там просто не совсем революционные какие-то идеи. Туда приводятся люди, которые должны выступить, и на открытых слушаниях, на которых я был в Новоржеве, так и было, выходили женщины. Да я полностью согласен. Ромен Липаридович, я сидел прямо рядышком, я видел эти квадратики бумажные, на которых... Да каких? Одним и тем же почерком было написано, что этим людям говорить. Они выступали, да, они все выступали в поддержку, в поддержку реформы. Для того, чтобы сказать, дошло до людей или нет, что думают люди, чего они хотят, мы предлагаем провести в Новоржеве референдум среди населения Новоржевского района, и тогда это покажет, чего действительно хотят люди. Если люди действительно захотят объединения в муниципальный округ, ну, значит, значит, они... Вот давайте для эксперимента возьмем два района, и там проведем референдумы. И будет, в принципе, понятно. Мы только запроводите. Вы же в последней сессии Софья Олеговна занесла, она и депутат Явлышний, который был в собрании, за ней полный комплект документов. Давайте проведем. Занесите, как следует, пакет документов в собрание, в собрание рассматривайте, пошли вперед. А второй район какой берем? Из семи тех районов? Давайте на ваш выбор. Ну, вот, мы выбрали на вашу выбор. Но у вас же есть там, наверняка, где-то тоже, которые присутствуют в Явлышнике? Это будет, наверное, тогда немножко неправильно. Давайте тогда второй район от вас. Нет. Вы выбираете, а то скажете, Хорошо, хорошо, хорошо. Договорили. Роман Альпийский, хорошо. Я очень рад, что вы согласны, что референдум – это высшая форма воли изъявления народа. Это правильно, да. Мы не против, ради бога. Вот, преобразоваться, не преобразовать, мы только за. Не побоюсь сказать эту фразу, ловлю вас на слове. Нет, никакие. Эту фразу здесь говорил, не только здесь говорил, даже руководитель фракции района собрания Новожевского района. Все говорим это. И на сессии, я присутствовал в последний раз на сессии, которая была на Новожеве. Любов Мирона Трифоновна говорила, занесите документы, как положено, одну треть депутатов, как требует регламент, и мы этот вопрос рассмотрим. Замечательно. Вот это будет информативно тогда. Тогда можно будет сказать, что люди хотят или люди не хотят. Как будто слушание мы провели, как это говорит, крестик и нолики сделали. Там люди были, которые выступали против. Мы все слушали. А в зале сидели реальные люди, которые приехали. В зале сидело очень много людей, которые думали, что будет голосование. Я вам открою большой секрет. Они считали, что будет голосование, и пришли голосовать против, но голосование не было. Там же было слушание написано. Форма слушания была опубликована заранее уже все. Видите уже? У нас уже... И слушания были не только там, были везде. Не донесли, значит, до людей просто... А по поводу крестиков и ноликов не надо. Это неправда. Нет, не надо. Это так... У меня большой опыт. Ваши люди снимали на камеру весь процесс. Депутатская работа. Посмотрите, где крестик и ноликов кому-то кто вставил. Нет, крестиков и ноликов там не было. Там просто были такие бумажные вот эти вот... Инкварт это называется. Ну, вот лист А4 свернут пополам, да. Может быть там стихи были написаны. Главное, я не сидел рядом. Почерк. А то сказать, что рядом сижу, там еще... Роман Липаревич, почерк один. Я ее управляю. Вот хотели все бумажные лежали у Любови Миронны. Ни у кого не будет. Она ведала все. Роман Липаревич, а вы сидели на том лиду. Для всего уважения, когда пять человек выходят подряд говорить у всех бумажки с одинаковым почерком написанные... Да ну, да не надо, чтобы почерководческие свои свертизу сделали. Люди сами пишут. Нет, там люди были взрослые и были пожилые, которые им надо было читать с бумаги. Я же присутствовал, кто-то видел. То есть они диктовали, а кто-то им писал. Вы вышли без бумаги, потому что в голове у нас есть все, что будет. Я понимаю, люди не сами себе писали эти бумаги, они писали то, что им написал кто-то. Виде уже в пустом месте, мы уже легенду придумали. Я посмотрю, не знаю, попало ли это на запись, я посмотрю специально. Посмотрите. Увеличиваем эти квадратики бумажные. Не надо. Никто не сомневался, на самом деле, никто не сомневался в итогах вот этого обсуждения. Артур Майк присутствовал в выборе, был тоже, вот слушания были, сидел в зале в холоде, когда был плюс пять, сидели. Софья Олеговна присутствовала, Заняна. Ну там же тоже без бумажки, без ничего. Реально люди присутствовали. Никто же ее кляп не одел, чтобы она ничего не говорила. Все выставили их, все говорили. Проблем-то не было. Поэтому по поводу того, что там где-то что-то сделали, не так. Ну у нас сейчас спор будет бессмысленный, потому что если референдум, значит он просто покажет и все. Если их законно войдут, тогда все как положено, тогда будет понятно. Вот это самое главное. А референдум кто хочет? Хочет глава района и хочет депутат от Яблочной партии. Один. Все. Но почему-то в других районах никто этого не хочет. Почему-то. Ну потому что команда им не хотеть. Нет, почему нет? А почему? А здесь команда какая? Чтобы дожимать и сдержать власть до конца? Жанна Липаревич, ну вы согласны со мной, что референдум это абсолютная абсолютный показатель. Да пусть будет показатель. Заходите правильно и делайте. Это проявление народа власти, высшей формы власти. Да, если будет все правильно и все. Все, значит, замечательно. Мы договорились, значит, мы на референде. Нет, еще не договорились. Нет? Нет. Это я говорю, что зайти в районное собрание, как положено, по регламенту. Документально оформить, как положено. Одну треть депутата и все прочее. И занести, чтобы районное собрание приняло решение. Не мы троем тут принимать решение. Вернее, они тут ни при чем. Нет, но если, 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 если единая Россия выразит желание провести референдум, то он сто процентов будет проведен. Мы не выражать, мы не можем. Там есть депутаты районного собрания, которые будут принимать это решение. Не мы с вами. Мы можем опять сидеть на штучках там 70-х годов и смотреть, как процесс идет. Я только надеюсь, что депутаты районного собрания сейчас услышали то, что вы говорили. И примут это как раководство к действию. В этой студии сидел, фракции Соколов, тоже самое говорил. Я присутствовал на сессии, где Любовь Мирон, тоже самое говорила. Софья Олеговна, занесите документы, правильные и будем работать. Все, замечательно. Я сейчас. Мне очень понравилось, как у нас прошла вторая часть вот этого второго раунда. Я бы даже уже сказал, так плавно мы переходим в раунд третий, в котором, как я говорил в начале программы, у участника будет возможность задавать друг другу вопросы, обмениваться, может быть, какими-то и каверзными вопросами, репликами острыми. Это все будет в третьем раунде, о начале которого я сейчас объявляю. И хотел бы напомнить нашим радиослушателям и зрителям канала ПЛНТВ, что это программа «Армрестлинг». У нас сегодня два участника. Это Артур Гайдук, представитель партии «Яблоко», и Армен Мнацаканян, представитель партии «Единая Россия». Мы говорим о муниципальной реформе, которая проходит в Псковской области. Армен Мнацаканян – сторонник этого процесса. Артур Гайдук представляет ряды противников. Ему такая команда дана. Артур Маркович, у меня здесь... Армен Мнацаканян – команда быть сторонником. Так что мы абсолютно симметричны. Понятно. У меня все-таки к вам, знаете, предложение. Вот этот третий раунд, каким образом начать? Оттолкнуться от сессии областного собрания, когда депутаты регионального парламента принимали целый пакет документов, имеющих отношение к муниципальной реформе. Я знаю, что были такие мнения, высказывали, что вы, в общем-то, себя на этой сессии проявили, ну, так сказать, не очень ярко, не очень бойко. Наверное, представители власти могли ожидать от вас того, что вы, так сказать, жестче, громче будете выступать. Собственно, вот сегодня на площадке ПЛНФМ у вас есть возможность, ну, так сказать, не хочу говорить, исправиться, да, но, по крайней мере, так сказать, возразить тем, кто не услышал, не увидел в вашем выступлении каких-то там жестких интонаций, ноток. Есть возможность, сидя напротив Арменом на Циканеана, я не знаю, сказать все, что вы думаете о тех, кто принимал пакет этих документов. У нас там большинство депутатов. И что там дальше будет? Ну, во-первых, я не перехожу на личности, это неправильно, да, то есть, что я думаю о тех, кто, это переход на личности, это уже ненормальный диалог, да, ненормальные дебаты. А на самом деле то, что я хотел сказать, и то, что я говорил, я примерно это говорил на сессии. Я не считаю, что я выступил бледно, незаметно и бесцветно. Это неправда, это не так. Более того, я был болен, но я пришел на сессию именно вот на тот момент, когда рассматривались нужные вопросы. Вот только хотел сказать, не именно на этот вопрос и пришел он. Нет, не на этот, на... Предыдущий еще. Да, я пришел, я пришел, я пришел раньше. Но что равно на этот вопрос? Я часть вопросов пропустил, но на важных на этих вопросах я присутствовал. И хочу сказать, что против реформы выступал не только я. Представители КПРФ тоже выступали против объединения муниципальной округа. Вот. И я не знаю, какой смысл мне сейчас что-то говорить, когда я, в принципе, в основном, я уже все сказал. Я считаю, что... Могу только вкратце повторить. Я считаю, что никакой причины экономической или улучшающей качество жизни людей в этой реформе нет. Это чисто политическая реформа. И сами представители администрации, правительство областного тоже это подтверждали в разговорах. Это просто то, что улучшает, облегчает им управление. Даже не результаты управления, а вот просто само отдавание команды и выслушивание в ответ есть. Вот эта система стала намного проще. Вы на третью перешли? Я не согласен. Я почему? И получается опять, значит, у нас или Тимашов, или кто-то там, я не знаю, отдал команду. Быстро преобразуете округа, да? Тимашова сама говорила, только это политическая реформа. Ну, политическая реформа. Мы говорим, что мы делаем административную реформу. Но самое главное, что получается, что те слушания, которые были в восьми районах, я уже на ВАЖ, включая туда, это получается, что это все было так фикция. Получается, люди, которые присутствовали там, все, что сделали, это получается фикция. Вот так получается. Дмитрий Павлович, я хорошо знаю, как проводятся общественные слушания, потому что я начинал еще с городской думы. больше десяти лет назад. Это на мои глаза все проходило, я знаю, как это проходит. Я повторяю, ни одного на моей памяти не было общественного слушания, которое бы не подтвердило то решение, которое принято было правительством. Все принималось. Даже те, которые были откровенно, скажем так, вызвали бы откровенное сопротивление людей, через слушание все равно эти решения все проходили. Показатель будет только один. Референдум, все, мы уже договорились до этого. Давайте оставим в покое слушание. Мы условно договорились, что, еще раз говорю, занести туда правильно, и все. Хорошо, все будет занесено правильно, и все будет проведено. Даже, вот честно говоря, даже то, что приводят как улучшение, приближение власти к людям, то, что можно будет паспорта строительства получать, паспорт строительства может человек получить, да, сейчас только в районной администрации. А кто мешал дать эти полномочия властям сейчас? Наоборот, надо было расширять полномочия властных муниципалитетов, оставлять им больше финансов. У нас система финансирования идет сверху вниз в основном. Основная часть бюджетов, она распределяется сначала сверху, а потом вниз, 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 по пирамидке растекается. Есть примеры в мире, когда бюджеты распределяются в обратную сторону. Когда сначала получает деньги муниципалитет, вот этот самый нижайший, или община, или что угодно, с этих налогов, но имеется в виду налоги, естественно, а потом уже она отправляет долю в вышестоящие, те еще в вышестоящие, и так она доходит до федерального уровня. Если бы у нас эта система работала так, или хотя бы частично так работала, у нас в муниципалитетах гораздо больше финансов бы оставались, они могли бы решать намного больше проблем. То есть на самом деле надо было расширять их полномочия, увеличивать их финансирование, потому что никто не знает лучше проблемы вот здесь вот на месте, чем те люди, которые в этом месте живут. Так было, есть и будет всегда. И повторяю, но когда-нибудь это все вернется. Я не знаю, сейчас доведут ли эту реформу до самого конца. Если примут этот новый закон федеральный, то понятно, что у нас просто больше не будет ничего, кроме муниципальных округов. То есть все будет объединено в обязательном порядке, потому что новый закон не предполагает никаких других форм. Тогда вот все то, что сделано в этих восьми районах, будет сделано везде и во всех регионах нашей страны. Но уже есть они. Ну есть. Ну есть на самом деле. Премьера не очень хорошая. Хвойная, которую ставили в премьеру, у нас ребят скатались вот в Хвойную. Они там даже фильм целый сняли. Так вы снимали у тех, которые вы изначально были против? У кого снимали вы? Нет, на самом деле там выборку брали широкую, запрашивали. Ну а что главу не зашли, глава администрации не спросили? Нет, то, что скажет глава администрации, можно заранее предположить. Поэтому... Неправильно это подходит. Нет, именно... Армян Лепатич, спрашивали именно у людей. Спрашивали у жителей. Я понимаю, да, жители. А жители оказались... Потом мы же посмотрели все. Не спрашивали у начальства. Не спрашивали у депутатов. Они те же ваши коллеги по партии были. А почему не спрашивали? Нет, нет, нет. Там спрашивали, там просто спрашивали у людей, которые там живут. А чем вы поехали? Никакой партийной принадлежности. Например, другой регион Российской Федерации, там где вся область уже в муниципальных округах. Чего вы туда не поехали? Ну, извините, хвойная рядом, а в другой регион это далековато все-таки ехать. Если бы были финансовые возможности, наверное, бы скатались и туда. Но по хвойной результаты такие. Рабочих мест стало меньше. Депутатов вот в этом единственном сохранившемся муниципалитете, в собрании, которое районное бывшее теперь, это муниципальное собрание муниципального округа, там нет ни одного депутата с периферии. Они все с центра. Они все из хвойной самой. Из деревень никого нет, например. Ну, вот вам доступность. То есть вот те люди, которые составляли вот эту местную волосную элиту, они больше не элита, они больше просто никто. И там, наверное, я уверен, что там и отток населения сейчас пойдет оттуда, потому что заинтересованность людей в жить в этом месте, она уменьшилась. Чтобы этих вопросов не было, надо было зайти в кабинет главы администрации или как там муниципального округа спросить, у вас реально жизнь плохо или хорошо стала? И показать весь эфир, как сказал бы вот сам человек. И глава бы сказал, у нас стало жить плохо. Но вы сами в это верите? Вы же всегда показываете то, что плохо. Вы же в эфире показываете это все. А вы всегда показываете то, что хорошо. Нет, не надо. У нас мы говорим, как реально какие проблемы есть, мы выдаем все. Мы по этому принципу сейчас живем. Смотрите. У меня вопрос, Артур Майкевич. Вы при, скажем, той жизни, когда вы работали еще, при сельских советах вы работали? При сельских советах? Да, на селе. На селе я работал в 89-90 году фельдшером скорой помощи в Путаловском районе полтора года. Ну вот расскажите, как там вообще была жизнь? Вот что было? Хорошо, что было плохо? На самом деле, это не самые лучшие годы для того, чтобы о них рассказывать. Понимаю, я тоже работал в эти годы. Это Советский Союз подходил к своему финалу. В 92-м уже финал пришел. Это финал пришел, а это он подходил. Это были талоны, это были пустые магазины, пустые прилавки. Люди не могли купить продукты питания даже нормальные. В магазине продавалось, сейчас скажу, сардинелла в собственном соку, стояли банки. И копченые скумбрии, по-моему, больше ничего не было там. Да я это прекрасно понял. Это было... Сам работал в это время в школе, руководил, и сельсоветом работали. Каким образом? Они работали напрямую с района, исполком, который был районный депутат, и оттуда они получали все деньги. Я почему-то спрашиваю, что мы все время говорим, ну, советская власть, которая была там хорошая, мы в итоге, как это, те же, той же пятой колонны, убили все, что возможно было хорошее. Нет, я согласен, что тут выплеснули, выплеснули с водой ребенка, это точно, потому что много чего надо было сохранять, беречь, оставлять. Кроме негатива было очень много положительного на самом деле. Это несомненно надо было сохранять. Например, та же сельская система, когда вот независимо от населения есть какой-то регион сельский, там обязательно есть школа, обязательно есть детский сад, обязательно там будет больница, поскосильская участковая больница, там обязательно будет ФАП. Эта система рухнула, сейчас есть целые регионы, где нет ни школы, ни больниц, ничего. Я не скажу, что нет. Есть, но не может быть такого, чтобы нет. Нет, нормально, когда ввели подушевое финансирование, просто целое невозможно содержать те же школы. Школа, в которой три ученика, раньше были такие школы в деревнях, я помню эти школы, а там школа, а там, например, пять детей, и они все в разных классах. И у нас сегодня тоже есть. Есть, но есть места... На Вашевский район четыре ученика. Есть. Работает школа в жаднице. Есть места, где это есть. И везде так работает. Нет, есть места, где это все упало. Но это упало не сейчас, это падало все еще... Но уж понимаешь, у нас демография еще у нас. В позапрошлом даже десятилетии. Да, демография скатывается, но это тоже, это тоже значимый вопрос, и просто я почему спрашиваю от Романка. Мы вот все время им говорим, да, мы ищем, да, вот так. Понимаете, вот мы почему-то, вот мне не нравится, что всегда, скажем, ваши сторонники, я очень так интересно смотрю на ваши деятельности, на всех, но всегда мы ищем, вот, лишь бы плохо на это. Армен Лепаридович, так это задача оппозиции, это норма, так должно быть. Вот вы понимаете, вот этой нормой, вот понимаете, вы, вот еще раз говорю, а конструктив где? Армен Лепаридович, конструктив где? Вот, вот где конструктив? Вот скажите, вот мы берем на себя ответственность, да, мы проводим муниципальные реформы, мы берем, да, ФАПы строим, да, получаем еще, можно сказать, и отрицательным, потому что не вовремя строим, и школы ремонтируем, сельские, все прочее. Но вы-то что делаете? Конструктив где ваш? Одну секунду, вы путаете задачи государства и партии. Это государство ремонтирует ФАПы? Вы же, вы же всегда критикуйте власть. Это государство ремонтирует ФАПы. Критикую власть. Задача оппозиции, смысл оппозиции, это система сдержек и противовесов. Так должно быть. Поверьте мне, если бы вдруг яблоко, А где конструктив? Конструктив где? Можно я все-таки договорю мысль, ладно? Если бы яблоко пришло к власти, вот даже, вот предположим, пришло... Не дай бог, я представляю, что будет. Подождите. Я в этой студии тоже уже не сидел бы. Сидели бы. Сказали бы, только яблоко будет. Нет, неправда, неправда. Правда? Как раз, как раз, неважно, кто бы пришел к власти, даже я бы сказал так. Нужно, чтобы у партии власти всегда была сильная оппозиция. Не просто к жалке и ошметке, которые ничего не могут... Вы же есть как оппозиция? Мы можем только говорить, нас слишком мало. У нас вы заслонились и заполонили с собой все. Оппозиция должна быть всегда такой, чтобы в случае, если партия власти действует неудачно, на следующих выборах мы должны победить оппозиция. А партия власти перейти в оппозицию сама. Ценности, которые в Европе... Это ценности. Это норма. Это демократия. Где эта оппозиция? Армен Липолитович, абсолютная власть... Я смотрю, что сейчас происходит там. Это же кошмар. Абсолютная власть всегда во вред работает. Вы вообще радуетесь, что как оппозицию вас любят, уважают, студию приглашают и на сессиях. Мы как коллеги работаем. Но я то, что сейчас сегодня оппозиция действует в мировой, можно сказать, политике, не дай бог. Я просто... Армен Липолитович, при чем здесь мировая политика? Я сейчас говорю вам... Какие ценности вы говорите? Послушайте меня. Любая политическая система нормально может функционировать только тогда, когда она находится на весах. Когда с одной стороны лежит гиря, а с другой стороны лежит перышко, она не будет работать нормально. Потому что власть не может постоянно находиться в одних руках. Она превращается... она становится вредной. Мы же в 92-м году власть была коммунистом, все было плохо. Перевернули, сделали демократию. Во что это демократия довело? Мы же видим сейчас. Это демократия довела? Да. Ну что во что довело? Вот я смотрю. Теперь у нас во всех грехах виноват Единая Россия и виноват Резион Путина. Во всех. Я всегда думал, что довели низкие цены на нефть. Довели страну. Да не надо нефть. Как потом повышение цен на нефть позволило стране подняться. У нас теперь во всех грехах... Потому что базис он важнее надстройки в этом плане и политэкономии еще никто... Да, не отменял. Да, конечно. Но я когда смотрю ценностями, которые экономическими сегодня Европа проживает по отношению к нам и учат, как нам жить еще, ну это вот никакие рамки не влезает. Я не говорю про ценности, которыми нас пытаются научить. Я говорю о том, что система политическая должна работать... Так нас к этим ценностям все носок льет. Типа вот как должно быть. Как сбалансированные весы, а не как весы, на которых стоит гиря с одной стороны, а с другой стороны лежит там какая-нибудь однокопеечная монета. Я просто Артур Макрич ему... Вы понимаете, что оппозиция всегда контролирует работу и задача эта наша. Вот святые слова... Да скажите спасибо. Скажите спасибо, что мы еще остались. Святые слова. Вот наконец-то вот... Армир Альпоритович, спасибо в том, что я прекрасно понимаю, что оппозиция сегодня вот в студии сидит, мы говорим, общаемся, да, как в этой партии власти, ради бога. Но я еще раз говорю, конструктив должен быть. Конструктив. Конструктив в том, Это мы уже услышали. Я хочу вам задать вопрос. У нас не очень много времени остается до окончания эфира. У меня есть к вам вопрос. Вы же с самого начала реализации муниципальной реформы, о которой мы сегодня говорим, представляли, что будет особое мнение оппозиции. Я даже и... В том числе яблоко, КПРФ. Без проблем. Вы наверняка представляли, что если не проводить разъяснительную работу широкую, то у части населения, жителей районов не будет понимания, для чего это делается и какие там плюсы есть у той реформы, которую вы проводите. Объясните мне, пожалуйста, почему так у нас получается уже не первый раз, когда власть вроде как, ну как она объясняет, хочет благо сделать, проводит какую-то реформу и потом доказывает о том, что это делается для людей и жить станет только лучше. Но из-за того, что не, так сказать, отработали где-то по позиции оппозиции, не объяснили людям, встречаете какой-то негатив. Ну и сейчас, вот, собственно, приходит представитель Яблока. Это мы в студии сидим. Могли бы уже снять с самого начала. Мы уже и так снимали, я еще раз говорю, мы высказываем свое мнение, еще раз говорю, раздействительно работа была, работаем, мы только закон приняли, у нас процесс еще впереди. Нет, от работы это гораздо больше. Вы принимаете закон, меняете политическое устройство района, при этом в дальнейшее, вообще дальнейшая дорога, она даже не определена еще, что, как, где будет. Была такая практика, когда суд накладывал, если районная администрация не выполняла какое-то решение суда, суд накладывал обеспечительные меры, арестовывал счета, блокировал счета администрации, и в этом случае, например, администрация района передавала полномочия и финансы городскому поселению, и городское поселение. Да было у нас такое пуш-горах. Да, было, было. Если сейчас такое будет, что куда они будут передавать? Да никуда, все будет прекрасно. Вы не знаете, еще не спланировано вперед ничего. Нет, мы все прекрасно понимаем. Просто вот излишняя паника, это хуже некуда, понимаете? Вот излишняя паника хуже. Я на вопрос отвечаю. Мы прекрасно понимаем, куда мы идем. Люди тоже понимают все. Если человек 10-15, например, в этом процессе не понимает, я готов их собрать в зале и опять объяснить. Нет, я считаю, что вы плохо понимаете, куда вы идете. Нет, я еще раз говорю, если плохо будем понимать, мы встретимся еще через год здесь, вот в это же время, и посмотрим, как идет процесс на Воржеве, какие экономические выгоды пошли, какие вливания экономические пошли, и в тех же семи районах. Посадим здесь по кругу всех глав муниципальных округов, которые вот будут выбраны, которые будут работать. Может, Софья Олеговна тоже. Может быть. И все, и посидим, поговорим. И будет ответ. Стало лучше или хуже. Я думаю, что от этого будет толк большой. И плюс. Но история подобных преобразований нам говорит о том, что потом оказывается все, как всегда. Вот 28 секунд осталось, я скажу. Мы провели реформу соцзащиты, все осталось на местах. Когда здравоохранение реформировали, присоединяли одни ЦРБ к другим, тоже все обещали, и говорили, что будет великолепно. Армен Поредович, получилось так, как получилось. Я говорил с вами, было идеально. Как можно у нас армрестлинг и защитить? Вот идеально. Нормально пошло. Спасибо вам огромное. Все будет так, как всегда. Не трогались. Самое главное. Это была программа Армрестлинг в эфире ПЛНФМ. Александр Савенко, Артур Гайдук, Армен Саканян. Спасибо. Спасибо, Армен Саканян. Но будет как с реформой здравоохранения. Все будет идеально. Замечательно. Спасибо.